17 октября отмечается день памяти святого покровителя города Димитровграда Меликеса преподобно-исповедника Гавриила Меликесского. В этот день митрополит имбирский Новоспасский Лонгин и епископ Меликеский Чердоклинский Деодор совершили божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Димитровграда. В миру святого звали Иван Иванович Игошкин. Он родился в 1888 году в деревне Самодуровка Градищинского уезда в глубоко верующей крестьянской семье. После двух классов церковного училища шесть лет провел послушником в монастыре Жадовской Казанско-Богородицкой пустыни. В городе Покровске, ныне Энгельсе, будущий святой был рукоположен водиаконский и священческий сан. Затем были годы служения в Москве, Ульяновске, Меликесе и долгие годы пребывания в тюрьмах, лагерях, ссылках за веру и слушение Богу. Преподобный исповедник Гавриил провел в узах более 17 лет. Он умер в Меликесе 18 октября 1859 года после того, как был полностью реабилитирован. При жизни Гавриил Меликеский был обычным приходским священником, поэтому люди шли к нему со своими радостями и горестями. К мощам святого идут они и сейчас. Святой архимадрид Гавриил – это наша надежда, это наша любовь, это наша вера, это те великие добродетели, которые невидимым промыслом вселяют в сердца людей. В тяжкую годину они разные бывают и сейчас мы переживаем не лучшие времена, которые есть, именно к нему идет народ за помощью. Именно он укрепляет в вере сегодня, что народ будет жить и великую, дает надежду, что с Господом Богом, со святой верой никогда ничего с православным народом не случится. По окончании литургии архипастыри совершили молебен преподобно-исповеднику Гавриилу перед ракой с его святыми мощами. Затем было освящено Колево. Епископ Деодор поздравил с праздником гостей торжества и рассказал о жизненном пути преподобно-исповедника Гавриила. Дорогие мои, преподобный исповедник Гавриил точно такой же человек, как все мы с вами. Он ничем не отличался и по сути не отличается от нас. Единственное, наверное, весьма качественное отличие его от нас – это беззаветная любовь к Богу, преданность Богу. Преподобный Гавриил уж если встал на путь шествия за Христом, то он никогда не оборачивался назад и шел, всегда крепко держась за десницу Божию, туда, куда вел его Господь, исполняя все, что поручал ему Господь на его жизненном пути. Митрополит Лонген поблагодарил за приглашение епископа Деодора и отметил, что святой Гавриил является собой пример человека, который, несмотря на все гонения и скорби, не допускал даже мысли отступить от Бога. Когда в церкви празднуем память того или иного святого, то не просто вспоминаем некие исторические события и представляем своих героев. Мы делаем это для того, чтобы человек всмотрелся в облик этого святого и увидел в нем что-то такое, что он может повторить, что он может взять в качестве примера в своей жизни. Вот пример верности, пример исполнения своего долга, даже невзирая на возможные какие-то препятствия, мучения и даже саму смерть, этот пример очень важен для христиан. На торжества прибыл депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Морозов. Он отметил важность Дня памяти святого преподобного исповедника Гавриила для города Димитровграда и всей страны, поблагодарил архипастрии за их служение и преподнес им букет цветов. С приветственным словом к присутствующим также обратился исполняющий обязанности главы города Димитровграда Александра Терешина. Она поздравила присутствующих с Днем памяти святого покровителя города. Святой Гавриил был прославлен в лике святых Русской Православной Церкви 20 августа 2000 года для общецерковного почитания в Соборе новомучеников и исповедников российских на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская Метрополия. 10 октября в Кафедральный Спасовознесенский собор города Ульяновска по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла была доставлена чудотворная икона Феодоровской Божьей Матери. Почитаемая святыня была принесена в рамках празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского. В этот день митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин и митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт совершили в Соборе Божественную Литургию. По окончании богослужения был совершен молебен Божьей Матери, перед почитаемой иконой ее Феодоровской. Митрополит Лонгин поблагодарил митрополита Ферапонта за возможность принесения в Ульяновск чудотворного образа и рассказал собравшимся о Феодоровской иконе и ее неразрывной связи с историей России. Удивительная история этой иконы и после революции, когда большинство наших святых было не уничтожено или отнято у церкви, помещено в музее. А эта икона всегда находилась в действующих храмах и всегда перед ней возносились молитвы. Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт приветствовал митрополита Лонгина и всех прихожан симбирских храмов. Он отметил, что Феодоровская икона впервые за всю ее историю была принесена на симбирскую землю. Приблизительно 30 лет последнего времени действительно икона наша путешествует в разные епархии, в разные уголки русской земли и зарубежья. И как в Костроме, куда приходят многие люди, планеты чудотворного, так и в этих других епархиях, откуда приходят к нам сведения благодарности от множества людей, которые столкнулись с чудодейственной силой, которая этим образом обладает. Феодоровская икона Божьей Матери – одна из древнейших икон, известных и почитаемых на Руси. Она является национальной святыней России, поскольку с этим образом связаны многие значимые события русской истории. Феодоровская икона известна с XII века. Она была келейным образом святого благоверного великого князя Александра Невского. В 1613 году перед Феодоровской иконой Михаил Федорович Романов принял избрание его земским собором на престол государства российского. С этого времени Феодоровский образ Божьей Матери был особо чтимой святыней Царственного дома Романовых. Прежде всего мы понимаем, что не всяких православных христианин или христианок имеет возможность посетить такую великую святыню, которая находится на Костромской земле. Поэтому, когда эта святыня посещает разные парки, храмы нашей страны, то для христиан это, конечно же, огромное благо, милость Божьей Матери, потому что они имеют возможность помолиться за своих близких, за себя перед этим чудотворным образом, перед которым действительно совершали молитв многие люди, многие поколения людей, которые всегда получали просимое от Божьей Матери. Чудотворная Феодоровская икона Божьей Матери будет пребывать спас в Вознесенском соборе в течение пяти дней – 10 по 14 октября. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие друзья! Еще нам пришел замечательный вопрос о такой важной и сложной христианской добродетели, как любви к врагам. Как правильно понимать заповедь о любви к своим врагам? Ведь для того, чтобы искренне полюбить врага, я сначала должен простить ему тот поступок, из-за которого он стал моим врагом. Но как только я его простил, он уже мне не враг. То есть любить я буду уже не врага. Если же любить врага без прощения, это, как мне кажется, будет фарисейство. Достаточно непростой вопрос, и, на мой взгляд, и сформулирован, то он сложно и запутанно. Призыв Христов любить врагов своих, благословлять проклинающих и творить добро обижающим нас бесспорно относится к одним из самых сложных евангельских призывов, о котором сложно даже говорить, а не то, чтобы исполнять на деле. И мне кажется, что это действительно одна из вершин христианской нравственности и благочестия. И прежде чем говорить об этой вершине, прежде чем пытаться ее покорить, наверное, стоит начать с несколько более приземленных вещей, более простых и удобных для исполнения. У замечательного английского писателя, религиозного философа Клайва Льюиса в его книге «Просто христианство», которую я весьма рекомендую к прочтению, есть замечательные размышления как раз-таки по поводу любви к врагам. Среди прочего, он пишет, «Мне вспоминаются слова, произнесенные христианскими учителями. Ты должен ненавидеть зло, а не того, кто совершает его. Иными словами, ненавидеть грех, но не самого грешника». Долгое время я считал это различие странным и надуманным. «Как можно ненавидеть то, что делает человек, и при этом любить его самого?» Но позднее я понял, что годами именно так я относился к одному человеку, а именно к самому себе. Как бы я ни ненавидел свою трусость или лживость или жадность, я, тем не менее, продолжаю любить себя. И мне это совсем нетрудно. Мы видим с вами, что здесь Клайв Льюис рассуждает прежде любви к врагам, а любви к ближнему. О том слове Христовом, «Возлюби ближнего своего, как самого себя», которое тоже непросто исполнить. В минуты просветления, продолжает он, «Я ненавижу свои дурные качества именно потому, что люблю себя. Именно поэтому так огорчало меня то, что я делал, каким я был». Следовательно, христианство не побуждает нас ни на гран смягчать ту ненависть, которую мы испытываем к жестокости или предательству. Мы должны их ненавидеть. Но христианство хочет, чтобы мы ненавидели их так же, как ненавидим собственные пороки. То есть, чтобы мы сожалели, что кто-то мог поступить так и надеялись, что когда-нибудь, где-нибудь он сможет исправиться и снова стать человеком. Я могу себе представить, что кто-нибудь скажет, «Если человеку дозволено осуждать поступки врага и наказывать или даже убивать его, то в чем же тогда разница между христианской моралью и обычной человеческой точкой зрения?» Разница есть и колоссальная. Помните, мы, христиане, верим, что человек живет вечно. Поэтому значения имеют только те маленькие отметины на нашем внутреннем «я», которые в конечном счете обращают душу человеческую либо в небесное, либо в адское существо. Мы можем убивать, если это необходимо, но не должны ненавидеть и упиваться ненавистью. Мы можем наказывать, если нужно, но не должны испытывать при этом удовольствия. Иными словами, мы должны убить глубоко гнездящуюся в нас враждебность, стремление отомстить за обиды. И должны так относиться к врагу, как относились бы к себе, то есть желать, чтобы он не был таким скверным, надеяться, что он сумеет исправиться. Вот что имеет в виду Библия, говоря, чтобы мы возлюбили своих врагов. Мы должны желать им добра. Не питая к ним при этом особой нежности и не говоря, что они милые и славные люди, когда они не таковы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok